Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Дома, где выживают, а не живут. Губернатор Ненецкого округа лично встретился с жильцами аварийных деревяшек, чтобы посмотреть, в каких условиях проживают люди. А после отправился на стройку, чтобы выяснить, когда будет готово новое жилье. В Заполярье завершается Северный завоз. К углю в этом году особых претензий от жителей сел и принимающей комиссии нет. А вот качество поставляемых дров вызвало определенные нарекания. Жителей округа приглашают насладиться эстетикой и колоритом кукол ручной работы. В пятницу в этнокультурном центре откроется выставка Народного клуба «Мелне». Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Начальница почтового отделения предстанет перед судом за присвоение пенсий. Прокурор Ненецкого автономного округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Наринмара, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, присвоение совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Следствие установило, что обвиняемая являлась должностным лицом в период с сентября 2020 года по февраль текущего года. Используя свое служебное положение, присвоила денежные средства, предназначенные для выплаты пенсии гражданам, а также похитила товарно-материальные ценности на общую сумму более 90 тысяч рублей. За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело направлено в Наринмарский городской суд для рассмотрения по существу. За прошедшие сутки в НАО зарегистрировано 8 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора и Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1784 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1646 человек. На лечении с диагнозом новая коронавирусная инфекция находится 275 человек. Из них стационарное лечение получают 58 человек, амбулаторное – 217. В регионе зарегистрировано 26 летальных исходов от коронавируса. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 908 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Поставки угля в населенные пункты Заполярного района выполнены на 81% от плана, дров – на 94%. Если к первому виду топлива в этом году особых претензий от жителей сел и принимающей комиссии нет, то качество поставляемых дров вызвало определенные нарекания. Новости опережающего завоза обсудили в ходе еженедельной планерки с главой региона. Подробнее в следующем сюжете. Практически все жители окружных сел, за исключением двух, отапливают свои дома каменным углем. Понятное дело, что от его качества будет зависеть, насколько тепло будет в домах. Вопросы к топливу у сельчан возникли прошедшие зимой в некоторых населенных пунктах. Когда закидываешь его в печку, там очень дикий треск был, потому что это был не уголь, а порода. Трескался, и все время вот этот камень как запихал, так и вытаскиваешь его из печки. И тепла особого как бы не было, и печка тухла на ночь, холодно. А на розы ведь были 40 градусов, и это приходилось чуть ли не спать возле печки все время. После жалоб жителей сел на качество угля было принято решение принимать твердое топливо специальной комиссией, куда входят представители подрядчика, заказчика, общественности и депутаты. Такая мера оказалась действенной, и жители сел уже успели оценить поставки этого года. Уголь хороший, дает много тепла. Горит хорошо, полностью сгорает. Не как в прошлогоднем он шоковался, а этот полностью сгорает. Тепло не трескается. Северный завоз энергоресурсов в село Несь завершился еще в июне. Все необходимое завезено на 100%. Дизельное топливо в объеме 610 кубов тонн доставлено в полном объеме. И дрова и уголь также. Дрова у нас порядка 1300 кубов, также находятся уже на складе. И твердое топливо, уголь 3473 тонны, также у нас привезено. Что касается качества завозимых в село дров, то здесь, согласно ГОСТу, допускается небольшое количество древесины, которая может быть испорчена. В этом случае, как и в случае с некачественным углем, потребителям производится замена. Замену дров поставщику придется произвести в деревнях Куя и Осколково. В Куя, к сожалению, были зафиксированы, есть дрова некачественные. Принято решение... А возвращайте. Нет, мы, конечно, людям, кто уже забрали, мы компенсируем. В Осколково, то, что было и в соцсетях проходило, у нас дрова не подтвердились, они, там трухи мало. Единственное, их не устраивает, что там в основном осина. Осина им плохо горит, население, даже часть отказались, те, которые делали первые сначала заявки. В итоге тоже принято решение, что мы с Номеноса доставим дрова. В ходе рабочего совещания глава региона отметил необходимость перехода от дров к брикетам. Осина, труха, не труха. Вот он, брикет, красиво упакован, нормально хранится, теплоэффективность выше дров. Какая-то цивилизация. У нас из года в год с этими дровами вот такая история. То не береза, а осина, то осина, то береза. И начинается вот эта история. Труха, не труха. По словам Надежды Михайлова, и брикеты в этом году заказали практически все населенные пункты. Те, кто заказывал, всем привезли. Посмотрим, если все-таки пробные топки у всех в этом году покажут себя хорошо, я думаю, на следующий год брикетов будут заказывать больше. Всего на сегодняшний день в окружные села завезено 100% дизельного топлива. Дров на 94%, топливных брикетов на 95%, технических масел на 89%, бензина на 51% и угля на 81%. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал Север. Дома, где выживают, они живут. Губернатор Ненецкого округа лично встретился с жильцами аварийных деревяшек, чтобы посмотреть, в каких условиях проживают люди. А после отправился на стройку, чтобы выяснить, когда будет готово новое жилье. Об итогах поездки расскажем далее. Край лежит на полу, а на другой 8 сантиметров поднимет. Грибок на стенах и потолках. Полы под наклоном. Двери, которые не закрываются с первого раза. Жители аварийных домов уже который год ждут переселения в нормальные условия. Во время рабочей поездки губернатора Юрий Бездудный осмотрел три жилых здания. Дом номер 5 на улице Геофизиков, 14-й дом на улице Строителей и 5-Б на Озерной. Состояние квартир и самих домов напрямую зависит от жильцов, которые вкладывают деньги в аварийное жилье, лишь бы условия проживания стали чуть лучше. Ну и вкладывать деньги в эту квартиру смысла нет вообще никакого. Это деньги на ветер. Посмотрев условия проживания и пообщавшись с жителями, Юрий Бездудный отправился к строящимся домам на улицах Россихина и Строителей, в которые люди из аварийного и ветхого жилья должны переехать. Если первый дом уже практически полностью готов и по предварительным данным заселение в него начнется в конце сентября, то со вторым ситуация не такая радужная. Внутренняя отделка пока еще не началась. Есть вопросы и к качеству утепления дома. Внешний фасад здания – это трехслойные панели, которые состоят, в том числе его составляющая часть – это утеплитель, который внутри панелей находится. Аналогичное здание было построено в районе авиаторов, в этот детский садик, и в настоящий момент прекрасно функционирует, и здание является теплым. По срокам дом должны сдать в конце 2021-го, в начале 2022-го года. Но зима в Денинском округе начинается рано, а для жильцов аварийных домов – это самое тяжелое время. На первом этаже люди включают по несколько обогревателей, а на верхних этажах, наоборот, живут с открытыми форточками. Именно поэтому губернатор региона, по его словам, лично просил строителей ускорить темп, так как зима не за горами, а нынешние условия непригодны для нормальной жизни. Мы посетили несколько домов, которые уже давно признаны аварийными. 1175-го года, 80-го года. Дома действительно признаны давно аварийными, и те условия, в которых живут там, они уже никакие. Даже те квартиры, где люди делали своими силами какой-то косметический ремонт, совершенно бесполезны. Эти дома живут исключительно потому, что люди своими силами делают какие-то ремонты. Прямая цитата губернатора после поездки. Жильцы уже не первый год ждут переселения и очень надеются, что Новый год они все-таки будут встречать не в ветких домах, а в новых и теплых. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Лежбище Моржейного и Гачи временно закрыто для туристов. Об этом сообщает информационное агентство НАУ-24 со ссылкой на Департамент природных ресурсов, экологии и АПК Ненинского округа. Основанием для временного запрета посещения лежбищ послужили данные научных исследований, согласно которым выявлено сокращение популяции моржей на береговом лежбище полуострова Лямчен-Нос, расположенного в границах заказника Вайгач. В свое время на лежбище выходили более тысячи животных. В 2019-2020 годах наблюдалось снижение популяции моржей, а их состояние вызывает беспокойство. Для нормализации ситуации введены ограничительные меры – режим покоя для моржей. Так, туристам нельзя пешком подходить к лежбищу больше, чем на 500 метров, а также подплывать на лодках и катерах на расстояние ближе, чем 2 километра. Ограничительные меры продлятся до восстановления популяции животных. Жители и организации НАУ приглашают к участию в проекте «Чистая Арктика». Первым мероприятием в рамках проекта станет уборка территории бывшей зверофермы в поселке Искателей. Оно состоится 27 августа. К участию приглашаются все желающие. Снабжение волонтеров необходимым инвентарем, перчатки, мусорные мешки, грабли и доставку до места проведения мероприятия обеспечит Департамент природных ресурсов экологии ЭАПК НАУ. Записаться добровольцем и узнать подробную информацию о мероприятии можно в Департаменте по телефону 2-38-66. Добавлю, акция организована в рамках проекта «Чистая Арктика». Он будет реализован в период с 2021 по 2024 годы и охватит все субъекты России, входящие в Арктическую зону. Основная цель проекта – выполнение комплекса работ по ликвидации и загрязнению окружающей среды по всей Арктике. Помоги собраться в школу. Ежегодная акция с одноименным названием стартовала в Ненецком округе. Купив альбомы для рисования, ручки, тетрадки и другую канцелярию, которая так необходима школьникам, вы можете помочь детям и их родителям подготовиться к учебному году. Организаторами акции выступили ресурсный центр добровольчества совместно с ОМВД ПОНАУ и комплексным центром социального обслуживания. Мы принимаем от жителей региона, кто хочет принять участие в акции, школьные принадлежности, краски, карандаши, ручки. В общем, все, что может пригодиться детям в этом учебном году. И в дальнейшем мы это все передаем в КСЦО, и дальше это будет распространяться по семьям Ненецкого автономного округа. Единственное условие – все школьные принадлежности должны быть новыми. Приносить вещи можно по адресу улицы Тыковылка, дом 2, Цокольный этаж, в региональный центр молодежной политики. Акция завершится 22 августа. Жителей округа приглашают насладиться эстетикой и колоритом кукол ручной работы. В пятницу в Однокультурном центре НАУ откроется отчетная выставка Народного клуба «Мелне» – мастерицы. Клуб работает с 2008 года, и за это время его участницы открыли и освоили множество секретов Ненецкого традиционного искусства. На отчетной выставке «Моя любимая кукла» представлены работы в национальных нарядах, выполненные в традиционной и авторской технике. В выставке представлены работы игровые, текстильные, интерьерные и традиционные. Традиционная – это традиционная не такая игрушка на руках, как из одежды, так и в одежде разных тундров. Вход свободный. Посетителям выставки при себе необходимо иметь медицинские маски. Выставка будет доступна всем желающим до 20 сентября. Коллективные заявки не принимаются в связи с тяжелой эпид-обстановкой в округе. Безудержная энергия и фонтанирующие идеи – все это присутствует в любимых увлечениях молодого поколения. О самых популярных расскажет Катрина Тайбарей. Некоторые считают, что в Ненецком округе замороженная молодежь. Но это совершенно не так. За любимым занятием их глаза горят. Регион развивается, и молодежные объединения различных направлений набирают новые обороты. Наши первые герои, участники спортивного направления стрит-воркаут, уверены, что ЗОЖ – это модно. Группа единомышленников решила посвятить свое свободное время спорту. Уличные спортсмены подняли свое хобби на новый уровень. Молодые люди организовали объединение воркаутеров. И 29 октября 2020 года официально зарегистрировали организацию. Сейчас в ее рядах впечатляющее количество участников. Поркаут – это такое движение, такое течение, когда используются в основном свободные веса. Свой собственный вес, упражнения на статику, на выносливость, на акробатику. Физическая подготовка молодых людей впечатляет. На уличных снарядах спортсмены выполняют трюки различного уровня сложности, прокачивая силу, ловкость и выносливость. Отметим, что зимой занятия не приостанавливаются. На лжероллерной трассе у спортсменов есть оборудованный зал. У нас есть зал, специальный воркаут. Есть недавно совсем создалась федерация воркаута зимой. У них есть собственный зал, они занимаются там. Есть спортивная площадка специальная, есть гимнастические турники. Все необходимые инвентарь – это все тоже у них присутствует. То есть, если кто-то хочет, желает участвовать, заниматься воркаутом, все условия для этого в настоящий момент созданы. Еще один популярный вид спорта у молодежи – катание на скейтбордах, самокатах и BMX. В юбилейном парке в столице округа есть оборудованная площадка для развития этого направления. Александр Иванов – представитель BMX. Занимается этим видом спорта с 15 лет. О данном направлении узнал из интернета. Учился трупом с помощью видеороликов. Лучше кататься, заниматься спортом, чем вредными привычками, всем таким. То, что катание на скейтбордах, самокатах и BMX считается экстремальным видом спорта, только больше привлекает ребят. У нас в парке все экстремальное. Страшно кататься, конечно. Все страшно. Не бывает ничего не страшного. Приходил там с синяками, то это сломал, то это сломал. Там кровь была, синяки. Ян Спыченков – молодой спортсмен. Выбрал для себя кикскутеринг, катание на самокате. И, несмотря на столь юный возраст, уже стал победителем в соревнованиях-райдерах в категории скейтбординга, которые прошли в Наринмаре в рамках Дня молодежи. Я участвовал, первое место занял. В самокате выиграл 10 тысяч, первое место. Родители меня поддерживают в моем увлечении. Спорт с недавних пор вышел и на компьютерный уровень. Министерство спорта Российской Федерации 3 июня 2016 года издало приказ, согласно которому киберспорт официально включен во Всероссийский реестр видов спорта. А это значит, что в самом ближайшем будущем соревнования по киберспорту будут проходить под эгидой Министерства спорта. А их участники смогут по итогам состязаний получить звание Мастер спорта России, заслуженный Мастер спорта России и Мастер спорта международного класса. Проведение турниров – это один из ключевых моментов. То есть определить, кто все-таки лучше. В спорте что важно? Определить, выявить лучшего. Лучшую команду, лучшего игрока и так далее. В киберспорте то же самое. То есть компьютерные дисциплины, они подразумевают, что есть какие-то соревновательные этапы, которые нужно проходить, чтобы выявить лучшего. Андрей Канев увлекается компьютерными играми с 6 лет, еще со времен приставок Дэнди. После появились первые компьютеры на старой операционной системе. А в настоящее время играет уже на высококачественных компьютерах. Интерес появляться стал связанный с трудностями запуска некоторых каких-то игр. То есть тогда не было интернета, помощи негде было найти. С тех времен прошло много лет, а интерес к компьютерам не угасает. Андрей Канев собирает компьютеры для себя сам. Киберспорт стал активно развиваться относительно недавно. В Ненецком округе он стал набирать обороты около двух лет назад. Все потихоньку мы стали выходить на мир, играть, то есть наши команды с СНГ. Андрей отмечает особые плюсы киберспорта. Каждый, наверное, может реализовать себя в нем. То есть и люди с ограниченными возможностями, то есть любой, абсолютно любой. Я много раз видел, как люди ногами не хуже играют. Дети, взрослые, то есть абсолютно, то есть леди в возрасте могут себя найти в игровой сфере. Но в любой деятельности есть как плюсы, так и минусы. В киберспорте особенно важно соблюдать меру. И чтобы прийти к успеху, нужно отказаться от всего, то есть на это очень много времени положить, чтобы достичь каких-то высот. И вот этот риск, он бывает неоправдан, то есть можно ничего за это не получить. В Наринмаре для киберспортсменов открыты специальные клубы, в которых возможно развивать свои навыки, соревноваться и просто весело проводить время с друзьями. Современная компьютерная графика, она вышла на новый уровень, и чтобы ее реализовывать, необходимо, чтобы технологический прогресс в этом направлении, он очень сильно развивался. То есть появился спрос на компьютерные клубы, где можно прийти, поиграть на очень мощном железе, на современной периферии и получить удовольствие веселье от игры. Помимо уличного и компьютерного спорта, в Ниндском округе развивается и творческая индустрия. Талантливые художники активно украшают улицы города оригинальными рисунками. Игорь Чуклинз еще с раннего детства любил рисовать. На протяжении жизни не бросал увлечения, развивался, узнавал новые направления. В настоящее время занимается преимущественно уличным стилем граффити. Меня это как-то зацепило, вообще в целом писать именно шрифты, свое какое-то выдуманное имя. Как и любое творчество, граффити – это способ самовыражения, возможность заявить о себе и реализовать свои способности. Меня это больше привлекает тем, что стиль, в котором я рисую, он называется wild, то бишь дикий. Лично для меня именно через этот стиль, через его хитросплетение букв, элементов и прочее, можно выразить определенные эмоции, допустим. Либо же что-то сказать, выплеснуть эмоции. С компанией друзей Игорь развивается в уличном творчестве. Ребята реализуют свои идеи и делают наш город красичнее и современнее. Катрина Тайбарей, Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Владислав Носкин, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...